Всем проект Разум. Напоминаю, цель нашего проекта показать, осветить, навести прицел. На кого? Сейчас все поймете. У меня, в отличие от вас, очень пригорает, потому что я уже этот выпуск видел. Итак, давайте по порядку. Энергодар, город-спутник, Разум, Русик. Поехали! 1 августа в городе, напоминаю, в котором расположена самая большая электростанция в Европе, отмечают горячую воду, из-за чего? Правильно, из-за долгов за электроэнергию. Вы вообще вдумайтесь в масштабы этого пи***ца в городе с электростанцией долги за электроэнергию. Это самый ужасный пример поговорки «сапожник без сапог». А теперь вырезка с прессы. Точнее, коммент с инстаграма. Из-за необоснованных грабительских тарифов от тепловодоканала жители накопили долги, а коммунальщики вследствие этого не смогли рассчитаться за использованную электроэнергию. Общая сумма долга 1 миллион 826 тысяч гривен. В связи с этим с 1 августа в Энергодаре прекращена подача горячей воды в жилые дома, объекты и предприятия. Сука! А люди здесь при чем? Мы живем в городе атомной станции и мы платим такие бешеные тарифы, что за воду, что за свет. Вот представьте, они сейчас отключили воду. Причем они отключили не только в квартирах, в детских садах. То есть родители не могут пойти на работу, потому что детей некуда девать. Группа людей руководит городом. Это самое главное. Это наш мэр из Сорока. Один человек, музыка наш, мэр города. Разворовали весь город. Только лето приходит, и первый, второй микрорайон без света. То есть люди включат кондиционеры дома и старые кабеля во многих местах стреляют. Город энергетиков. Да, город энергетиков. И мы сидим, когда жара, без света, без кондиоров, ну вообще. Мы включали воду холодную, горячую, все, сидим, как в древнее время. Он сказал, то, что в городе, вы говорите, мы на двух станциях живем, ни горячей, ни холодную воду вам никаких льгот не будет. И на свет тоже. Но это что это такое? А получается тот же водоканал покупает нашу же электроэнергию у какого-то посредника, участника, МДЛ. Подвалы залиты дерьмом, вы меня извините. Теперь нам этих же говорят, что вы или рты закроете, или вам за забор дорога. Королец. Скажите, как можно без воды жить уже две недели, если тебе с правнуком купаться? Скажите, как? Невозможно. 45 лет живу в этом гадаре, такого никогда не было. Что это за безобразие? Они не поделят между собой эти, скажите мне, они не поделят между собой эти, скажите, портфели, а дети мучаются. Что это за жизнь? Я 20 лет отработала на атомной станции, и такая жизнь. Да вы мне извините, за что, за что, скажите? Местные власти, вы же это смотрите, да? Еще раз посмотрите, покайфуете? Извините, за что, за что, скажите? За что? Все коммунальные предприятия завязаны в политических играх, все. Откуда у нас взялся вообще этот МДЛ? Музыка подписала его как-то непонятно ночью, пришли, проголосовали. Продали, продали город, и все. Продали город, пришел, проголосовал, и все. На следующий день нам говорят, что мы теперь платим в 4 раза больше, необоснованно, не пойми за что. Деревья не поливаются, ничего не делается, в городе не растут. Живем, на воде живем. Люди работают на крупнейшей в Европе атомной станции и получают копейки, копейки получают. За апрель месяц нам не заплатили зарплату, и отпуска у нас забрали, компенсацию за отпуск. Сказали, забудьте, денег нет. Люди пошли к нему, он говорит, а я вам ничего не должен. Никакие миллионы. Хоролец. Наглый очень тип. Не знаю, может меня уволят сегодня. Но такой наглости я еще не видела. Сказала, лично я вам ничего не должен. За август, может быть, аванс дам, остальное забудьте. Мы 4 месяца работаем бесплатно. Я с сыном живу, на минималку, на мою минималку вдвоем живем. Ему 4 месяца не давали зарплаты, а теперь на суд послали. Говорит, подавайте на суд, высаживайте. Это опять же всем любимый хоролец, да? Да. Нас никто не слышит. Такой энергетический самый центр, и нас не слышат. Все, а нам повышает, повышает, повышает центр. Ну, как можно так? Мне не заплатили за апрель зарплату, отпуск расчет не заплатили. За май заплатили 60%. 60% за май заплатили. За июль не заплатили. За июль не заплатили. Вот мы работаем, уже август начался. Нам не плодят, и хоролец пришел, сказал, вы у меня ничего не заработали, я вам ничего не должен. Так мы что, у него, на его предприятии работаем? У нас уже крик души, мы не знаем, куда обращаться. Деньги воруют. Четыре... Нет, боже упаси. А кто за него голосовал? Музыка, за него никто не голосовал. Он, знаете кто, его назначил, его назначил сам вот этот, Дотековский. И он над людьми издевается, он знает, что его не снимут, он улыбается, до него говоришь, он как под наркотой. Сидит, смотрит на тебя. На сессии. Сбежал с сессии. Люди сидели сутки на сессии. Ждали. Он сказал, я пойду в туалет. Как слинял по сегодняшний день. Музыка полностью, это вся депутатская команда, которых именно надо гнать с города полностью. И как минимум, я говорю, привлекать к уголовной ответственности и все их незалежные по банкам вернуть именно в бюджет города. Я работник водоканала, и у нас такая же проблема случилась, что мы четыре месяца находимся без зарплаты. И все работники получились, что без защиты, без помощи, без ничего. То есть мы остались на произволе. То есть вы понимаете, да? Люди просто просят пересчитать эти тарифы. А тепловодоканал во главе со звездой нашего выпуска Сергеем Харальцом, чтобы он был здоров и счастлив, и его другом, мэром, музыкой, максимально этому препятствуют, находя нелепые отмазки. А тем временем горсовет узаконивает эти грабительские тарифы. Мэр, горсовет, тепловодоканал, хорошая компашка, правда? Пошли люди страдают, зато же компашка хорошая, а у меня есть идея. Просто так, наподумайте. За прошлый год, если верить декларациям, мэр города Энергодар Павел Музыка заработал 1 миллион 95 тысяч 970 гривен. Тридцатки не хватило до крупненькой суммы, понимаете, да? А это всего лишь 70% долгов всех жителей города. А это всего лишь один мэр. Да? Дальше это хит в плохом смысле этого слова. Даже если люди согласны платить эти грабительские тарифы, им не с чего их платить. Потому что тепловодоканал просто, как вы уже услышали, 4 месяца не платит людям зарплату. И эта вся гнилая катавасия превращается в замкнутый круг перекидывания ответственности. А теперь видите прикол. 9 августа, после того, как мы объявили, что едем в город Энергодар, Харалец в фейсбуке постит вот такое. И вода чудом включается, но все, поздно, не прокатывает. Хотелось бы обратиться к чиновникам старой школы. Дороги делаются не тогда, когда, допустим, президент приезжает к вам в город, а до этого. Вода включается не тогда, когда вы можете быть опозоренным на всю страну. Она вообще, в принципе, отключаться не должна. И зарплаты выдаются в срок. Единственное оправдание вам, чиновники Энергодара, за то, что вы не выходите к народу, это то, что вы действительно воняете, потому что у вас нет горячей воды. А плюс в этом то, что вы уже не отмоетесь. Напоминаю, вот мой инстаграм, вот последний новый пост. Вы пишите самую болючую проблему. Мы все читаем, отсматриваем. Приезжаем к вам. Русик, пока. Русик.